Здравствуйте, меня зовут Александр, и я алкоголик. Совпадение? Не думаю. Дурки миновал, пронесло. Ну здесь, да, здесь можно это самое, что и там тут. Миха, Горбачёв, Перестройка, ля-ля-ля, жужжу. Что не молодая группа, пытается там оборонно играть. Что не девочка с гитарой, я типа вторая Янка-нягельева. Я буду. При поддержке журнала Бункер и ДМГ. Саша, приветствую. Приветствую. Ты знаешь, мои коллеги и друзья, когда я предложил сделать с тобой интервью, сказали, что, блин, а кто это такой вообще? То есть очень многие люди не знают о тебе практически ничего, хотя, конечно же, многие знают и понимают, что такое там сибирский панк и вся эта тема. Расскажи, пожалуйста, вот ты начинал в середине 80-х, даже, наверное, в начале 80-х. 83-й год. 83-й год, да. То есть ты играл с культовыми, знаковыми людьми. Расскажи, как это было в то время и кто с тобой начинал все эти панковские движухи в Сибири? Ну, начинали, разумеется, как сначала сами по себе, то есть как тянуло что-то там брынкать, издавать какие-то звуки, непонятные голоса на непонятном языке, на тарабарском. Ну, потом это все. Дальше больше стало. Ну, а так сотрудничали, плотно сотрудничали где-то с 86-й год с Егором Летовым, братьями Ильиченко группы Пекла Аксономская. Совместно у нас проект был, такая группа Кайф. Записали 4 альбома, потом Летов сказал, что он их стер, когда писал гражданскому барану. Ну, в принципе, значит, кайф послужил, в кайф. Ну, а так, ну как, со всеми тусовались, а почему неизвестные, потому что нахрен никому не нужны. Ну, очень просто. Не, ну как, у нас просто, если мы предупредили взять тоже гражданскую оборону, инструкцию по выживанию, того же Лукича, то есть, ну, это, да, действительно, это имена, это таланты, гении. Ну, на среде таланта тоже быть каким-то посредним, простачком, ну, мы есть те самые простачки. Хотя, несмотря на то, что уже играем с 83-го года. Хреново гора альбомов записано, толку ноль. Ну, играем для себя, самим в кайфах, слава богу. Слушай, а вот как это все в 80-е происходило в Сибири? То есть, ну, я помню, что ходили постоянно легенды. Я начал эту музыку слушать в конце 90-х, да, или в середине 90-х. И тогда ходили все легенды о том, что там Летов там лежал в дурдоме, там, КГБ, там. Все эти, там, запреты и так далее. То есть, реально, у тебя, насколько у тебя были проблемы какие-то с законом, с властью для того, чтобы играть такую музыку? Ну, буквально после первого же нашего выступления в Академгородке меня резко забрали в армию. То есть, совпадение, как говорится, не думаю. Ну, как-то так получилось, что это самое. В армии побывал в особом отделе, под фонарями, прожекторами, там. Говори, что ты там, уже перед демберем буквально. Мне что-то понравилось, начали спрашивать почему-то про группу Аквариум. Что к чему, вообще непонятно было. Аквариум уже тогда показывали по телевизору, то есть, вполне такая уже группа была. Ну, а дурки миновал, ну, как-то пронесло. Ну, веселухи, ну, как, шугались, спрятались, говорили всякие там пароли, явки, собирались там, квартирники, неквартирники, те же концерты. То есть, особо тогда не было, все только начиналось. Ну, а когда уже дали свободу, вот эти Миха Горбачев перестроекали, тогда уже, ну, конечно, гораздо проще стало. И тогда вот мы в те времена были маленько моднявые. То есть, ДК собирали битком. Ну, опять же, это была как мода пошла, что именно, что вот он, свобода, роки, хуёки и прочее. А кого из вот этой всей сибирской панковской тусовки ты выделяешь больше всего, как автора, как творческую единицу? Ну, Егор, он очень сильный поэт, то есть, именно как поэт. Лукич у нас мелодист. То есть, ну, все песни Лукича, это что-то с чем-то, то есть. Неумоев, это неумоев. Это отдельный разговор. Янка Дягилева. Ну, вот старая гвардия. Ну, они просто, как-то, не знаю, кажется, неповторимы. А то, что сейчас вот начинает, например, как одно время была волна, что они молодая группа, пытаются там оборонно играть. Что у них девочка с гитарой, блин, она все. Я типа вторая Янка Дягилева. Ну, что пить, льду смешить, когда Янка на одна. Ну, да. Ты знаешь, у меня есть такое ощущение, что, конечно, Егор был таким мотором, который вот это все как-то мобилизовал вокруг себя и продвигал. То есть, я не знаю, может быть, я, конечно, не прав, но, мне кажется, благодаря ему вот это все вышло на такой уровень, благодаря его вот этой творческой всей активности. Так это или нет, как на твой взгляд? Ну, не исключено, что да, что он Патрульяга был, что постоянно. И, опять же, того же Луки Ча, если бы не Егор, возможно, про него никто бы не знал. Я лично тоже узнал о Луки Ча. Тоже Янку Дягилева вытащил кто-то непосредственно, Егор. Ну, конечно. Что не надо, это надо обязательно записывать, это надо распространять и так далее и тому подобное. То есть, он был у нас как моторчик такой, батарейка-энерджайзер. Кстати, я очень хорошо помню такой момент. Это же у вас был альбом «Красный марш» 1987 года, да? Да. Вот у меня была такая история, это конец 90-х, мы тогда покупали все это на аудиокассетах, и я жил в небольшом городке, и эти кассеты все было достать, в общем-то, непросто. Ну, со всякими раритетными записями, там, обороны и так далее. Вот, и мы ездили там, за ними, в общем, там, Донецк там покупали, ну, в общем, не суть. Короче, я помню очень хорошо, что я купил кассету с альбомом «Красный марш», но там было написано, что это «Гражданская оборона». Они исполняли просто эту песню. Ну, альбом именно так прямо назывался. А, альбом, да. И я прям, я включаю, слушай, ну, блин, ну, это точно не его. Не «Оборона», да. Ну, не «Оборона», но 100%. То есть, как бы, я уже и так и сяк что-то там думаю. Ну, и вот реально, то есть, эти кассеты продавались именно под маркой «Гражданская оборона». Это я лично просто эту кассету покупал. Ну, пиратские, естественно, конечно. Это пираты писали там это самое «Красный марш» слышали, все обороны. Да, да, да. Ну, там ничего такого общего не было. Да. У нас единственное, что потом объединялось «Гражданская оборона», так это наш гитарист Дмитрий Селиванов с «Земляемым пухом», который сначала играл в «Калиновом мосте», потом с нами, потом с «Обороны», а потом сделал свой проект «Промышленная архитектура». А так как Селиванов играл вот тогда с Егором, и получилось, что автор музыки непосредственно самой песни «Красный марш» Селиванов. И вот они, Егору эта песня нравилась, они решили забабахать эту песню. Даже где-то запись в торнете ходит, именно «Гражданская оборона», «Красный марш». Там Егор там поет, то есть там Селиванов на гитаре. Как ты вообще относишься к тому, что в последнее время назвали там «Аэропорт»? Ну как можно к этому относиться? Ну, я не знаю, тебе это нравится? Да не, назвали лучше, я не знаю, там, у нас эти постоянные идут такие штуки веселые, с этим, с домом Янки Дягилевой. Да-да-да, кстати. Назовите школу, где она там училась, остановку, блин, в конце концов. У нас есть такой район, микрорайон Новосибирский, Татьяна Снежиной. Это девушка, которая написала песню, там, даже Пугачева исполняла ее. То есть она там была невестой нашего, Сергея Бугаева, студия 8, такой хороший дядька тоже. Они вместе разбились. Ну, просто папа начальник ФСБ был. И вот они сделали. А Янка Дягилева, ну, какой там папа начальник? Ну, я слышал там историю. Я был рядом с этим домом пару раз. Мы как раз выступали в клубе, который находится рядом прямо с этим местом. И я так понял, как мне рассказывали, что этот дом до сих пор не снесли. Причем там удивительное дело, что вокруг-то эти высотки все стоят уже новые. И этот дом, он чуть ли не единственный. Там остался такой вот с начала 20 века. В принципе, уже год как-то не живут в Новосибирске. То есть, ну, по крайней мере, я так думаю, что там ничего особо не изменилось. Ну, да, да. Я так понял, что там жила еще какая-то в начале века балерина известная. Балерина там, да, наша Новосибирская какая-то, плясуня там была. Да. И вот из-за этого этот дом и тоже тут как бы... Там уже предлагали, что давайте дом вот этот дадим, ставьте где угодно там. Я помню, даже когда табличку там пытались сделать у нас, мусовики-затейники, блин. Тоже с ней бодались, чтобы табличку сделать, что в этом доме жила Янка Дягилева. Там караул, сколько они там всяких инстанций проходили. Ну, слава богу, сделали, конечно. А сейчас потом было все это под забором. Потом даже там цыгане жили чуть ли не спиртягу, продавали. То есть, ну, там... Потом хотели из него чуть ли не пельменную какую-то сделать. Типа рок, там из-за кушкотого. Одно, типа, небольшой музеечек. А второе там кафе. Ну, смешно. Ну, смешно. Пельмешка, блин, имени Янки Дягилевой. Ну, да, согласен. Дебилы, блядь. Пардон. На самом деле, конечно, если бы сделали такой музей сибирского панк-рока, ну, условно говоря, мне кажется, это было бы... Музей сибирского панк-рока есть. Так вот о том, я к чему и говорю, что это было бы, в принципе, прикольно. Было бы хорошо, да. Было бы круто, да. Просто еще такой момент. Далеко не про каждого человека такого, даже такого масштаба. Можно, ну, вот в музее что-то долго рассказывать. Ну, что ты будешь в этом музее? Ну, вот, ну, Янка, ну, и дальше что? Ну, да, ну, новых историй не рассказываешь. Да, я вот как бы был в музее Башлачева, там, вот в Ному, открыли недавно. Ну, блин. Ну, висит там его какая-нибудь рубашка, фотоаппараты и гитара. Ну, ты зашел, ну, окей, ну, и дальше что? Ну, то есть, нет прецедента для музея, как бы, на мой взгляд. Ну, такого, чтобы это был прям большой музей. Не, ну, а если, например, там будут сделать там какие-то квартирники? Вот, вот, да. Вот это все по-другому. Да, согласен. То есть, чтобы это была какая-то живая атмосфера, чтобы там люди приходили туда для того, что там можно провести какой-то концерт, квартирник там. Да, это совсем другой момент. Я это, кстати, тоже понял, когда у себя музей-то сделал. То есть, поэтому маленько разнообразил. То есть, ну, само собой дело квартирники. И в то же время настольный хоккей – это любимая игра наша была раньше. Там и Лукич у него рубился, и Егор рубился, и Манагер до сих пор, по-моему, играет. Ему только, по-моему, предложили, прибежит, будет хоккей играть. Так вот, я разнообразил настольным хоккеем и делал турниры имени Лукича. То есть, а потому что так, ну, что показывать? Ну, вот, гитара, там, на ней играл, там, Вася Иванов, например. Ну, да, хорошая гитара. Бум, все, дальше пошел, да? А это что за херень такая? А, это ты что? Это колокольчик Башлачева, там, например. Вах, 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 блин. То есть, ну... Слушай, а вот... Экскурсия 5 минут, все, привет. Давай в двух словах расскажем, просто для тех, кто, может быть, не понимает сейчас, о чем мы говорим. То есть, что такое пути-хаус? Это музей сибирского панк-рока. То есть, не то, что панк-рока там, а именно групп первой сибирской волны, первой-второй сибирской волны. Кто вот именно начинал. То есть, не то, что такие группы сейчас играют, современные. То есть, там они, пусть еще лет 20 поиграют, тогда, возможно, и попадут в музей. То есть, а именно старых, олдовых, олдовых вот этих именно коллективов, наших сибирских. Там и Калинов, Мозг, который тоже никакого отношения к панк-рока не имеет. То есть, там тот же Юрий Наумов, то есть, какое отношение к панк-рока никакого отношения не имеет. Ну, именно вот, именно все люди, так сказать, музыкально-творческие, стараются захватить помимо Новосибирска еще и Тюмень, там, Томск, Омск. Ну, тут такой вот, блин. А физически он где сейчас находится? Физически он находится у меня дома, на балконе, шутил. Но сейчас, в январе, будет выставка уже в Москве. Ну, ты же перебрался в Москву? Да. То есть, уже одно делали в клубе Джей Рубина, пробничек. Ну, вроде, хорошо прошел, неплохо. То есть, ну, вот сейчас будет на Петровке, возле Петровки 38 рядышком почти, главное, чтобы не забрали. В акционном доме мы будем с Александром Кушнировым проводить это мероприятие. Где это было у тебя в Новосибирске раньше? Новосибирске – это мой дом, который постройки 914 года. Еще там, говорят, Колчака видел. То есть, ну, короче, просто это у тебя дома было все? Это дом, но мы в этом доме просто изначально все раньше репетировали. Это был как флет. Это не просто какая-то там избушка в центре города, там развалишься без воды, без сортира, блин. А это избушка, где раньше приходили кто-нибудь, скажем, чай попить, в тот же хоккей поиграть, там, порепетировать, там, кому-то надо переночевать, там, можно переночевать, там, давай, заваливайся. То есть, ну, такой музыкальный флет. Ну, вот где побывали тоже, опять же, все. Сейчас, кстати, готовлю очередную свою новую книгу. Рабочее название «Энциклопедия Путихауса» – это о тех, кто бывал в этом доме и кто мог бы быть в этом доме. А именно, кто мог бы быть – это о тех музыканта, как из Питера, из Москвы, кто приезжал просто в Новосибирск и в те времена, в 80-х, делали там квартирники, тот же Мамонов делал квартирники. И вот я там опрашиваю живых свидетелей, как говорится, кто это организовал, как это было, как это проходило, какие-то фотографии нахожу, то есть вот это сейчас все будет в новой книжке. Потому что мало кто знает, как тот же аквариум там в Новосибирске, что они там гонорар получили там видеомагнитофонами, потому что нельзя было платить деньги. Как к тому же Гребенчукову ездил наш администратор Алексей Зальчик, договариваться с ним, чтобы насчет концерта в Новосибирске, то есть это все вот со всеми созваниваются на диктофон, по 5-6 часов наговаривают, а вот у меня жёнышка сидит, всё это в интернет певает, а я как в халате и в кресле-качалке. Ну здесь да, здесь можно это самое встать, он тут. Ну такая охрененная. Понятно. Ну мы долго уже бьемся над ней, уже годик где-то. Ну лучше, знаешь, не торопиться в данный момент, лучше я еще там пару месяцев потеряю, ну чтобы уж достойно было. Ну да, да, да. А где ты будешь это издавать, всё, какое издательство? Не, ну приобрести потом можно в том же Выргардис. Ну ты своими силами издаёшь, то издал просто? Конечно, это тот же сам издат. Сам издат. Да, ну разумеется, на хорошей бумаге, в жёстких обворочках, всё красивенько, как я сегодня на книгу подгонил. Ты сейчас говорил о том, что Аквариум получал гонорар видеомагнитофонами. У вас вот в 80-е годы, как вот эта вся история была с оплатой? Никаких оплат, какая оплата? Главное, рок поиграть, то что? То есть об этом даже вообще никто не задумывался. Сходя набивали там битком нормальные ДК площадки, то есть и билеты были довольно-таки недешёвые, там рубль, 3 рубля. Ну, допустим, тысячный зал, да? Ну да, да. Ничего не получали, абсолютно. Получали хитрые наши организаторы к этому делу. Ну, а нам какая разница? Нам лишь бы поиграть. То есть какие-то... Ну, я, кстати, тоже с Фирсом как-то общался, и когда он занимался концертами обороны, я тоже его спрашивал, говорю, а сколько был гонорар там обороны? Он говорит, ну, рублей там 100-150. Я удивился, что, ну, как бы, на мой взгляд, это мало было. Нет, даже когда в другие города ездишь, ну, ездили на гастроли, то есть что, нас главное, чтобы покормили. Знаете, какие-нибудь суточные дадут, то это вообще имени на сердце. Ну да, было на что из этой серии. Так что, а какие там реально получали деньги? Да какие-то, блин, деньги-то, чё смеяться тоже. Ну, с другой стороны, молодые были, упертые. Может быть, и хорошо, может быть, так и надо. Я как бы слышал, что была такая группа Пути, но я особо не вникал никогда. Но Лукич постоянно на всех, ну, на очень многих концертах, он поминал всю группу Пути и даже пел несколько песен. А, я слышал, да. Да, вот эти все у него там левая полупопия, правая полупопия, вот это вся. Ну, на диск первое. Диск, да-да-да. То есть он прям это продвигал очень часто, особенно когда он уже на концертах приходил в определенное состояние и уже пел вот песни не свои, вот это была одна из первых песен, которые он пел. Потому что у нас есть какая-то штука, что раньше, что сейчас, даже с нынешним составом, мы с моими ребятами. То есть мы стараемся как-то это делать на полетиве или поржать. Какую-нибудь песню придумали самым ржом, как дураки. То есть знаем, что, возможно, там не изойдет, она не будет каким-то там хитом. Ну, во-первых, чтобы там текст был какой-нибудь смешной, допустим, про теплый ободок песни, там, с гитаристом забабахали, там, теплый ободок в начале мая. То есть про унитазный ободок, о том, как чувак сел на ободок и там где же ищет эту девушку, которая до него сидела на этом ободке, к примеру. То есть там такая, ну, разумеется, ты начинаешь ржать, когда это слушаешь. Ну, опять же, это хорошая подача. Мы там маленько проситировали Электрик Лайт Оркестр, «Теки Тут Замон» припев. Поэтому это как-то весело-позитивно, и Луки Чай это всегда нравилось, потому что он как-то наш чуть не послушает или не придет на репетиции. Потом аж красный от смеха. Взрослые люди такой хереной не страдают. Я только сейчас уловил связь. В конце 80-х или в начале 90-х выступали с Лаердским. В Москве были, да, в Мэй, по-моему, мы играли. Это в 89-й, по-моему, или 88-й. То есть я, честно говоря, вот только сейчас, наверное, уловил какую-то, ну, вот эту общую. Там еще как морды, как дебилы мазали. Вот реально пипец. Как чингачгуки, это самое. А еще нос постоянно чешется от этой хрени. Ну, тогда я так считаю, модно, подкисов. Кто только не мазался, тот же Летов мазался. У нас вот есть совместные фотографии, тут это кайф, потом ее часто используют. Эти фотки меня убирают, и там группа Долю Гитлер. Я знаю, что многим, те, которые ценили творчество от обороны, ну, там, 80-х, вот последние альбомы не заходили. Ты как относишься к последним работам? Не знаю, мне нравится. Я просто люблю мелодичную музыку, поэтому мне нравится. Не знаю, допустим, сейчас какие-нибудь пункера смотрят, скажут, мудила, блин. Вот тот же эксплойт мне не нравится. Может быть, я в возрасте уже не тот, блин. Может, 20 лет я бы въезжал бы от него, кипятком писал. Мне нравится тот же Стрэнглер, к примеру. Да секс писал, с Клэш. Хоть какие-то мелодии были. А когда эти колотушки, блин, ну, не знаю. Да я дома вообще попсу слушаю, блин. Серьезно? Сети Лобион, блядь, лексик, хватит оркестр. Бля, буду. Ну, что, нравится, не напрягает. А современный отечественный панк-рок как-то ты не, ну, как мы... Выделяешь кого-то? Ну, сейчас вот много, слушай, таких коллективов, которые прям собирают стадионы. Руслан, это, Каррифан, конечно, это самое... Это хорошо. Ну, опять же, хорошо. Бодро-молодежно, но я уже говорю, давно не мол. Популярные ребята, типа там, порно-фильмы, тараканы, наифы. Что-то как-то мило, абсолютно. Ну, ты слушал, да? Ну, слуханул, все, хватит. Ну, не мое. Не хочу кого-то там хаять, там, хвалить, блин. То есть, просто что-то заходит, какая-то, музыка какая-то, заходит. Вот просто мимо меня прошли. я понял. Как-то желания не было, там, что-то надо еще там альбом поискать. В 90-х был такой большой перерыв, когда вы вообще, не играли. Почему так получалось? То есть, это 94-й год сам? Я от бандитов бегал. А самое время было именно так вот для раскрутки группы. Ну, если бы они не бегали от бандитов, то, возможно, нас бы и знали. И не был бы таким-то, типа, кто такой? Северный олень, блядь, значит, из этой серии. Ну, там, влетел, это самое, в бизнес полез, туда, куда собака не сует. Ну, и меня кинули, подставили, хорошо, на ту греки. Ну, и, короче, сказали, что если я с гордой не свалю, то кирдык будет там. Ну, бандитские разборки, стрелки, там, бронежилет, я даже помню, ездил как дурак. А тогда же как? Тогда были бандюки, это сейчас менты бандюки, тогда менты были там, по барабану, тоже куплены все были. И посоветовали, что лучше валить. Ну, свалил, они там друг друга перестреляли, а все вернулось. Гениальное просто. Но ты на несколько лет, что ли, уехал? Да, ну, я жил как раз в Тимене, и еще в Тимене забавно было, я на своей книжке, то есть, изучать ясибирского фан-крока писал. Иду по городу, а на встречу мне идет Джексон Живтун. Они на меня спорят, что я делаю в Тимене, блин. А я на них, что, блин, нарвался на знакомых. Сейчас кому-нибудь скажут, что я в Тимене, я расшифруюсь, типа, это самое. Мужики, никому не говорите, что меня видели. Тебе ржали им давно, эти превалиционеры, блин. А когда домой вернулся, это Лукичный давно, я там чуть не обоссался, блин. Я к нему прихожу, а он как раз работал в той фирме, одни из моих кредиторов. Я говорю, ты там узнай, что там про меня, не помнит, не помнит. И когда придешь, постучи с Спартаком, ту-ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И еще три раза. Короче, приходит, постучал, и открывает. Говорит, спи спокойно, партизан, нахер-то никому не нужен. Они говорят, путь дальше рок играет, дефолт, и все, говорят, сожрали уже, все эти самые. И в Лукичном сидим, и точно такой же стук. Он говорит, походу в Симоносибирске 어 khazal про это свое потайной стук. Так и было, добавлен. Я еще читал, что была какая-то история, когда Артемий Троицкий познакомил вас с продюсером... Питером Дженнером, продюсер Пинк Флойда, Клэш. Это тоже 90-е, да? Это 90-й год, фестиваль Аврора, ой, Азия, Руказия. Был в Барнауле, Евгений Колбышев его делал. Отличный фестиваль, там какие-то фирмачи были, блин, это самое. И вот Троицкий привез туда этого Питера Дженнера. И вот после нашего выступления, в греберке там, стирая боевые раскрасы, Троицкий там, Сань, выйди, поговорить хотят. Ну, выхожу, смотрю, стоит мужичок с тросточкой, такой дедушка, девушка красивая, такая переводчица. Типа, вот познакомимся, Питер Дженнер, то есть самый продюсер. Когда услышал слово Пинк Флойда, Клэш, там, а еще Джексон что-то он занимался, попался, не Ира. Это самое, типа, нужны ваши записи, то есть, слышите, это самое. А у нас как раз мы тогда какой-то собирались в студию с этим новый альбом писать. Типа, а это было время, как раз вот этой волны, когда наши российские команды мотались, блин, за бугор. Тот же Калинов мост, в Шотландию или в Англию они ездили. Ну, кто только не ездил, блин, это самое. Ну, вот, а мы, разумеется, я такой, ну, хорошо, мой директор вам отправит, там, Костя, чувак, это самое, надо запись Артемия отправить. Хорошо, вот сейчас запишем, отправим, до сих пор отправляем. То есть, мы просто просрали свой шанс, понимаешь, реально был шанс, мы его просрали, блин. И таких было, блин, немало. А так вот, представляете, я не знаю, что было бы, но, по крайней мере, это самое. Возможно, нас больше бы народу слушало. Ну, тогда действительно, видимо, на Западе пошла вот мода на вот это все советское. Тогда была, да, красная волна. Да, да, красная волна и вся эта история. Я думаю, говорили, что там по голосу Америки нас слышали, песни у нас, кто из нас, КГБ. То есть, ну, вот, пропукали. В фестивале «Разная музыка» мне там администраторы студии 8 говорят, хочешь посмотреть на современных панков сейчас? Я говорю, ну, давай, покажи. Ну, пойдем, заходим, там палатка армейская стоит, сидит король и шут, группа вся полностью, доширак херачит, блин. То есть, перед выступлением или уже после выступления, то есть, пока там другие команды. А, вот, шуты были тоже на этом фестивале, бесплатно-то. Вот, ну, смотри панки. Я такой, а, сама, все за панки. Хотя еще не слушал их. Ну, вот, а потом, когда решили знакомиться, ну, как все, мы отрепетировали программу, решили познакомиться. Я еще такой был, настрой у меня такой был еще, думаю, ну, сейчас надо же, типа, на разогреве, там, блядь, человек. Мы, думаю, ага, старые команды, тут какие-то молодые, там, как-то король и шут, кто такие, хрен он знает. Ну, вот, и Миха подходит, там, когда нас знакомят, он такой, ой, я помню, на твоем концерте, на Авроре вилы гнула сцены, блин. Ну, и все, сразу с карифанами лучшим, там, братан, там, ну, и как-то вот с князем, с горшком, вот, сам, ну, с карифанились. Не одну бутылку выпили. Только положительные, хорошие вспоминания. Они потом нам сделали, здесь, в Москве, в Зеленом театре, был все, союзный панк-фестиваль. Там, тараканы, элизиум. Блин, сейчас я не помню уже точно. Ну, и, короче, нас туда пригласили. То есть мы настолько, там, с карифанились, что не хватало только смс-ки другого с сердечками отправлять, блин. Ну, то есть... В последнее время с алкоголем у тебя завязка? Да, годика три уже, не год, что-то, может, четыре. Ты сам или ты закодировался? Сам. А я просто понял, что я алкоголик. То есть я этого не скрываю, да, я алкоголик. Это, здравствуйте, меня зовут Александр, и я алкоголик. Вот, из этой серии. То есть, ну, просто, понимаешь, как, я по принципу... Я не умею пить, как нормальные люди пьют. Попил, там, фуржерчик, бокальчик, там, все, тормознул, например, там, все. Все, мне надо или пить, или не пить. Вот не пить, я могу не пить. А если я пить начинаю, то пока до талов, до говнины, блин. Ну, я это знаю прекрасно. Потом с воздухом начинают все хуже и хуже, там, отходники идти. Ну, нахренай это надо? Ну, так что это легко, это просто, если сам поймешь, что... Ну, для себя решишь, то это... Курим, я не брошу курить. Я знаю, что это вредно, это пакостно. Ну, люблю курить и все. Может, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, что... Вот в этой всей сибирской волне, я так понимаю, что тяжелые наркотики, они как-то миновали все, как-то все больше в сторону алкоголя. Ну, алкаши, в основном, да. Да, да, да. Не, ну и слава богу, потому что если бы я умал был, если бы у меня в группе был бы какой-то наркотик, чтобы там потяжело бы, да нахрен сразу пинками бы его оттуда. У нас только алкаши приветствовали. А что, тогда не было особо этого всего? Да, опять же, может быть, смотри, у нас такой был круг общения, что, ну, слава богу, пронесло. Потому что, с другой стороны, когда молодые были, возможно, бы и попробовали бы эту херню. Когда запрет тепла, он же сладок, блин. И слава богу, пронесло, что не было таких людей, кто бы нам это говно мог подсунуть. Расскажи еще о своей немножко другой стороне жизни. Я так понимаю, что ты художник. Художник. Юмный. А, половозрелый художник. Да, да, да. И уже даже в школе, когда все нормальные люди там учились, я приходил в школу с одной общей тетрадкой, где на одной половинке делал вид, что там какие-то уроки, записывал там что-то. А на самом деле сел рисовал. И вот каждый день у меня новая общая тетрадка. То есть, ну, и вот до сих пор рисую. Сейчас вот мне, не знаю, повезло. Да, сейчас вот мне повезло. Я сейчас как в киноиндустрии. Так. Так, работаю над фильмом. Скоро, наверное, выйдет. Ну, сейчас пока еще работа продолжается. Там о детях-беспризорниках, которые... Красный крест их помог. Вот когда революция произошла, Ленин положил с прибором на этих детей. То есть, а Красный крест их, короче, пш-пш. И там они поехали в Японию, Нью-Йорк, там что-то, Сан-Франциско. И вот об этом фильм документальный, то есть, ну, а я там художник. Рисую детишек, пароходики, паровозики там. Делаю маски, где там будут как типа кукольного сниматься. Пластилиновые всякие мультики там. Ну, то есть, он такой будет анимационно-документальный. Твои рисунки в итоге были в фильме про Лукича или нет? Были с книжки, которую я тоже... А, как? Сделал книжку, еще выпустил. У меня была книжка «Кайфовые хроники». Именно о том, как это просто, он как такое событие, как запоминаешься, отпечаток моей жизни сделала. Это как я вот познакомился с братьями Лищенко. Вот в годы Красной армии, там, с Егором тем же. И вот я сделал книжку, написал «Кайфовые хроники». Кайфово, потому что группа «Кайф», которая наша была, с братавьями. И дополнительно к этой книжке сделал комиксы. И вот ребята просто взяли из этих комиксов, отсканировали и вставили там. К примеру, там Ленина любили все. И вот там Ленина подпрыгивает, ну, толпа подкидывает. Вот эту картинку вставили. Чего к чему, конечно, не в «П», не в «Красной армии». Ну, главное, что хорошо, что хоть есть фильм Лукича. И хочется, конечно, побольше фильмов. Чтобы не забывали человека, потому что человек был и гениально, и талантливый, и добрый. Это вообще душа из всех музыкантов. По-моему, самый добрый, самый позитивный – это был Лукич. Я даже больше скажу не то, что из музыкантов. Я, честно говоря, даже в принципе, наверное, больше такого человека не встречал не среди музыкантов, а вообще вот из всех. Ну, это был действительно уникальный человек по-своему, это правда. Да, я всегда, знаешь, пример такой даже привожу. Вот когда он там мотался в эту Бельгию, по этим религиозным делам, переводчиком что-то там работал. И вот когда обратно оттуда вернулся, что бы сделал другой человек, к примеру, получив там какой-то гонорар там за валюту. В те времена, когда-то в моду ходили, помните, видики там, телики. Набрал бы себе телик, блин, там видик, там пластинок, не знаю, там кассет видео. А Лукич что сделал? Лукич набрал всяких сувениров, хотел сказать, всякого дерьма. Всяких сувениров, там магнитики, маечки, блин. Моему басисту, который с ним Олег Чеховский, чех, играл в мужском танце вместе, это самое, потом в группе Тайга, привез бас-гитару с таким именем Марина. То есть нам кофр что только стоил. То есть, ну, себе, разумеется, Фендер привез. То есть к тому, что человек позаботился о всех. То есть даже вот кому-то вот просто там, а тебе магнитик, блин, какой-нибудь. А расскажи, что сейчас происходит с группой Путти? Вообще есть сейчас какой-то состав постоянный? Состав постоянный есть. То есть, ну, мы сейчас раз в год в Москве играем. В Москве, в прошлом году мы в Питер еще ездили. То есть, ну, я думаю, что если все нормально будет у нас, если басист у нас сейчас выздоровит, у нас получилась какая-то интересная штука. У нас басист около двух месяцев, наверное, отправлялся в болезнь. Ему там, как это, голову долбили, блин. Надеюсь, что все нормально стало. Гайморит запущенный, блин. Ну, а потом после этого гайморита у него еще и с ногами проблемы. Вот там ноги не опочатил, как-то оппировали. Пятки там подрезали. Ну, пипец, короче. Сейчас он заново учится ходить. Это жесть вообще. Так что это все нормально, если поправится, то есть, ну, это, конечно, сделаем. Ну, а по каким-то студийным работам что-то вы делаете сейчас? Ватсайпе пытаемся по скайпу новых песенок с гитаристом попридумывать. Ну, пока только пытаемся. А ты вообще сочиняешь сейчас песни? Ну, бывает. Записываю даже. Ну, там, как обычно, всякая херняша умная. Умного ничего нет. Вот это серьезно тебе говорю. Ни одной строчки умной. Все дебил рок какой-то, блин. Не, ну, опять же, должен кто-то этой хренью заниматься. А как ты думаешь вообще, в чем основная ценность вообще панк-музыки? То, что, может быть, нет никаких рамок. Делай, что хочешь. Ты хоть, может, опять же, хоть танго играй, хоть, блин, диско играй. Все, что угодно. Но ты можешь, как тебе-то, самому, как ты подаешь тут. Ну, допустим, металлисты, разве могут сыграть там? Какой-нибудь диск от него. А мы могем. Легко. Подстебать, подстебнуть. А как ты считаешь, какой-то политический подтекст, ну, вот социальный, он должен ли присутствовать в панк-музыке или нет? Не, ну, опять же, видишь, как это... Ну, какой-то протест там против. У меня направление дебил рока. Ну, это у той же обороны была, там, что-то с политикой. То есть мы в политику как-то так особо не лезем. Если лезем, то это самое... С намеками, так сказать. Расскажи про свои татуировки. Доделали все, кому не лень. Ну, это старые татуировки? Это старые, конечно. Это, по-моему, только начали появляться цветные краски. Я говорю, ох, давай цветной был. Модный. Нет, ну, слушай, ну, на голове вот не у каждого татуировки, знаешь. Ну, сейчас этим никого уже не удивишь. Сейчас нет, а тогда... Это был... Вот когда ты на голове сделал? Башка, это 2000 год. Ну, блин, в 2000 году, я думаю, в Новосибирске это было прям... Девушка делала, Алина такая. Она потом перебралась в Москву, сделала здесь какие-то тату-салоны. По-моему, Феникс они у нее назывались. То есть, сейчас типа уже раскрутилось, просто мастера сидят. Несколько салонов в Москве. То есть, вот она на меня эксперимент делала. То есть, бесплатно. Я скажу, я буду рекламировать, что это ты делала. Ну, давай. Что будем делать? Сначала хотел паутину сделать. Потом, нет, это типа какие-то пазыковские понятия, там что-то паутины. Давай, типа, без криминальных дел. Я говорю, ну, сделай какие-нибудь там, это самое... Чтоб как чайник был. Захреначно. Потом, а здесь, если где-то, не кто с какой стороны, там... Типа симметрии нет, а давай продлим. Я говорю, нет, давай, хватит, больно. Там вот, не стал продлевать. Ну, и опять же, хорошо, когда голова целенокостная, мозгов-то нет ни хрена. Поэтому особо-то больно не было. Чего кость долбит? Понятно. Ну, а ты когда вот с татуировками закончил? Я просто знаю, что есть люди, которые начинают набивать, и потом уже они остановиться очень сложно. Постоянно что-то добавляют там, и у них постоянно что-то увеличивается. Не, ну, у меня даже здесь вот в Москве, мой один друг, Андрюха Холодов, вот он вообще как Ченгачгук, он вообще весь, блин. И у него так еще мелко, на той же голове, там у него так это самое. А, у меня тоже, кстати, с башкой случай был. Играли в Новосибирске, была такая маёвка, фестиваль это, короче, молодежный, там, универа, там, Академгородов, ля-ля-ля. А мы играли с несчастным случаем, с Кортню. И он, короче, подходит к моей башке, я такая, вау, давай мне какую-то башку мою крутить, бэу, ну, ребись, я такую же хочу. Я говорю, легко. Я, типа, сейчас модно стал, меня в телевизоре показывают. Как быть-то это? Я говорю, да элементарно обрастаешь, и не видно это самое. Потом, бля, смотри, поворачивай, тут лысина, блин. Я говорю, ну, надо этот римский веночек там какой-нибудь там разбахать. Была бы возможность другие бы сделать, какие-нибудь веселые, там, всяких Винни-Пухов, и не знаю, там, Чебурашек, блядь, какие-то мультики, блядь. А он тут, нет, какие-то драконы, блядь, ну, какой, в Европу, дракон, блядь. Смешно даже, блядь. Дракон, блядь. Ниндзя, блядь. Ну, сапсу. Не, ну, согласительно, пиздец. Вообще, да, есть, конечно. Что-нибудь веселенькое, там, да, Билла, Батхина, там, Ленин, Маркс, Билла, Батхин, там, что-нибудь такое. Натыкался в Ютубе на твое выступление в археологии, где, там, ты рассказывал всякие телеги, там, и, ну, вот, такой был концерт, именно больше с разговорным уклоном. Ну, это вот была наша, типа, такая маленькая презентация по поводу нашего переезда в Москву, в музей. Я с собой брал несколько экспонатов, там, какие-то старые плакаты показывал. Где от того же аквариума есть плакат 86-го года, оригинал. Настоящий плакат именно 86-го года. Вот, притащил, смотрите, какие. На ксероксе сделаны, там, стрёмный пиздец. Ну, вот это он настоящий. Ну, и, как, рассказал, что это есть такой музей, что сейчас перебрались в Москву, там, планируем выставку. И мы потом позже сделали выставку в этом Джере Рубина. Ну, мы сделали два дня, и многие потом писали, такие, а что там два дня? Ну, вообще, да. Другой стороны, я говорю, ребята, я вот за месяц, блядь, долбил в интернете постоянно, что там. Такого-такого-то часа выставка. Ну, грубо скажу, первого открытия, второго закрытия. Ещё с песнями и плясками. Гитарист мой остался из Новосибирской, Дэн. И вот мы с ним вместе тут-то самое дома рекипетировали, акустическую программу сделали, песни по горолазии. Ну, а потом я, как дурачок, ходил-то всё рассказывал, по экспонатам показывал. Сейчас, кстати, мне то же самое предстоит на Петровке это делать. Короче, возвращаясь, мы из Иркутска на самолёте. А это был год 90-й, по-моему. Ну, тогда ходили такие легенды, что будет конец света очередной. Эти Харикришна, Харирама там, или кто там вот эти в белых халатах-то ходит эти предружные. Типа конец света, там всё пиздец. Ну, мы что, как раз летим в этот момент, когда должен быть конец света. Разумеется, нас жарились как свиньи, блин. А состав у нас был весёлый. Евгений Грагополов на гитаре, это такая, ну, как бы, а до времени был лучшего гитары за Уралом. Ну, конечно. Да, такой летный дядька, да, вот он у нас. Ну, слухи чём же культовый альбом. А, да, я же писал, девочка и рысь, будет весело, он страшно. Да. Ну, человек-басист, там, я ваш покорный слуга, и Миха Зайчиков, барабанщик наш. Здорово, вы, лозь, десантник, блин. Все мы в говно, блин. Заходим в самолёт, прямо в салоне курим, а тогда ещё, помню, плейераси купили. И мозгов не хватает вытащить это самое ухо там, что-то спросить или сказать. Мы же, чё, чё, колхозаны, блин. На весь самолёт, хоть бы одна сволочь сказала бы там, ребята, заткнись. Стюардессы бегали, 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 бегали. Потом приходит такой мужичок-лётчик такой. Я командир корабля, такой-то, такой-то, блин. Ваши требования. Вот такие, ты-ды-ды-ды. Чехов встаёт. Наши требования. Водки, женщин и пельмени. Ничего этого не будет. Если вы сейчас не успокоитесь, мы сейчас вернём самолёт в Иркутск, и вам придётся платить это самое. Завзели, блин, само собой, так успокоились, уже так полушёпотом через эти разговаривали. И уже, ну, курить так курили. Прилетаем в Новосибирск, нас ОМОН встречает. Ты-рын-ты-тын, дубинки, щиты. Хоп. Ментовку туда, в аэропорту. Начальник-мент такой смотрит, кофры гитарные. Музыканты, что ли, безумки. Ну, а как группа-то называется? Мы такие, пути. Как-как? Ну-то пути. Железнодорожники. А, у меня же ваш сын слушает это самое. Ваше говно, мой сын, типа, любит. И вот благодаря, что сын слушал наше говно, мы оделось лёгким испугом. Хорошо, что вы в Новосибирск прилетели. Если бы прилетели в какой-то другой город, всё, кирдык бы у ребятам. Лет по пять бы точно слопотали. А в нынешнее время, так это вообще был бы терроризм, блядь, или ещё какая-нибудь херня. Ну, да, да, да. Ну, и другое это самое. Ну, требования водки женщин переименены. Ну, всегда, как вспоминаю, ржу. И вот всех буквально по телефону болтали, то есть вспомнили тоже эту историю. Александр, напоследок вопрос. Есть ли у тебя какие-то основные правила жизни? Во всё позитивно смотреть. Стараться не грузиться, это самое. Видишь, я какой старше своих лет выгляжу. У меня всего 30, блядь. Грузился много. А вот надо с позитивностью смотреть, как-то маленько по-хуистически даже. И думаю, всё будет окей, всё будет чики-пуки. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!